так добрый вечер всем сегодня у нас очередная встреча для белорусов четверг 20.00 8 сентября да александр добрый вечер привет из сталина нас сегодня смотрит не только не только белорусы так что тоже это радует ну давайте начнем как обычно с классических в целом на проекте вот и потом перейдем к новостям в конце вот там есть интересные у нас такие тоже на этой неделе эфиры вот так что но об этом обо всем немножко поговорим и так зовут меня алексей новомович вот сам я живу в беларуси 2005 года был айти специалистом 2014 года узнал про проект струнного транспорта skyway ну и в общем-то целом погрузился в него и сейчас до сих пор вот мы его продвигаем двигаем и рассказываем ну и в общем-то популяризируем а вот и ну начнем как обычно с проблем в современном транспорте вот ну как бы ни для кого не секрет да и александр регулярный инвестор с конца пятнадцатого года ну очень приятно видеть ветеранов вот так что да ну продолжим проблемы в транспорте они в принципе есть были в каждой любой стране то есть это то ли это беларусь то ли это эстония то ли это россия европа китай особенно это в индии очень ярко выражена вот в общем-то картиночки из таких вот регионов густонаселенных и где если раньше транспорт был решением проблем то как бы сейчас транспорт стал сам по себе сам стал по себе стал проблемой вот которую нужно решать если раньше решали вопросы там с конными повозками с количеством лошадиного навоза на улицах то сейчас уже начали решать проблемы с количеством транспорта с количеством выхлопов от этого транспорта с временем передвижения в пути вот но и естественно проблема в транспорте не только у нас на дорогах общего пользования но также есть проблема и в доставке грузов но мы тогда себя ощущаем то заказывать это товары из китая вот которые идут очень долго две-три недели то есть зави за день мы нашли товары за за час оплатили вот и потом ждем две-три недели пока нам товар дойдет то есть как бы проблема логистики она существует не только в пассажирском но и грузовом вот ну естественно дорога находится на земле и она подвергается всем неблагоприятным условиям которые на нее действует где-то песок где-то снег где-то вода то есть все что на земле происходит она все отражается на дорогах ну естественно это все это замедляет движение вот ну и мешает пользоваться транспортом естественно выхлопы нефтяные выбросы экология то есть все это очень такие тоже насущные проблемы вот помимо эксплуатационных проблем есть еще проблемы в самой в самом строительстве дорог вот то есть что построить казалось бы обычную асфальтную дорогу вот необходимость провести целый ряд мероприятий начиная от вырубки леса вот выемки грунта то есть создание подушки специальной вот если это в горах то это тоннели то есть это огромное время трудозатраты чтобы ну в общем то ну естественно все это отражается на стоимости на времени и так далее вот ну и есть такие решения как бы надземные решения вот но они еще далеки от идеала вот ну и мы знаем что там и скорости маленькие и вот тоже конструкции такие довольно массивные вот хотя в принципе инженерная мысль вот движется в нужном направлении то есть что необходимо транспорта выносить на другой уровень то есть переводить его в другую плоскость чтобы он не соприкасался землей с пешеходами с животными так далее ну и вот хороший пример такой действующей трассы который уже больше ста лет функционирует в германии вот надземный транспорт вот в общем то можно сказать прадедушка того проекта которому мы сегодня будем разговаривать вот но и да но есть еще такие варианты как как канатные дороги фуникулеры вот но они все тоже оставляют желать лучшего то есть ну а почему то есть уже немножко об этом поговорим вот ну и описав проблемы вот переходим к тому что уже есть идеальное решение на сегодняшний день то есть решение которое соответствует всем требованиям вызовом 21 века вот это струнные транспортные системы почему струнные ну потому что в основе путевой структуры то есть рельсов лежит струна вот причем не одна струна целый пучок струн который в общем-то и позволяет сделать струнный рельс очень длинным очень прочным вот то есть расстояние могут быть вот как мы здесь видим на картинке 400 мерф и при этом не те огромные массивные конструкции которые мы видели там в тех надземных решениях а такая вот ажурная ниточка на фоне неба вот которая и легко ее построить не надо рубить резать то есть в общем то делается очень легко вот но и сам струнный принцип известен давно при при строительстве вантовых мостов вот но и не знаю что это все это применили вот сейчас вот создание путевой структуры над землей вот мы естественно тоже говорить наверное в принципе всем понятно что если дорога находится над землей то мы можем сделать идеальную плоскость нет необходимости срезать какие-то холмы либо засыпать реки либо что-то еще городить то есть идеальная ровная поверхность то есть достаточно то есть который позволит и комфортно перемещаться и под не высокие скорости сделать ну и в общем то так далее так далее ну вот мы здесь видим три вида путевой структуры в серединке видим жесткую фирменную можно ездить по ней и сверху и снизу вот ну и такие вот погибкая снизу вот и полу жесткая то есть принципе для городских условий достаточно комфортное решение вот ну картиночки вот уже по пару картинок посмотрим реальных из белоруссии из мариногорки вот мы видим здесь не только транспортную еще и пересадочную станцию вот станция стоит из трех этажей вот на втором этаже это по сути дела посадка на городской транспорт на третьем этаже посадка высоко-высоко скоростной транспорт то есть принципе вот такой вот пример станции способен обеспечить пропускную способность пассажиров вплоть как даже больше чем дубайский дубайский аэропорт такая небольшая аналогия вот в этом музее беларуси принципе многие из вас присутствующих уже бывали вот знают что там принципе не только станции но еще и музей вот снизу и в общем то где отображена вся история развития проекта то есть вот начиная там 70 80 80 годов вот и до наших дней так ну вот еще пару красивых картинок из белорусскими пейсажами вот ну и автором технологии является анатолий эдуардович юницкий вот который вообще-то всю свою жизнь посвятил как раз таки развитию струнных технологий и начиная со школьной скамеи студенчестве он тоже заканчивал автора авто но не тракторный автомобильный факультет вот ну и в общем то было огромное количество и конференции и испытаний вот мы видим здесь начале двухтысячных был и зил поднимали просто на стальных колесах то есть но по сути дела то есть вот вся вся деятельность антуре низкого была посвящена разработке струнных транспортных систем вот который мы увидим в дальнейшем что не только на земле но еще и в космосе вот ну и недавно анатолий даже еще низком исполнил 73 73 то есть многие люди уходят на пенсию там сколько в 60 вот уже в принципе считают что жизнь прожита а ну-то анатолий дарыч юницкого 73 все только начинается вот можно сказать планов огромное количество вот ну и постоянно мы как бы впитываем его опыт его энергию его подход к жизни вот ну и в общем то есть чему поучиться вот ну и написано огромное количество книг вот вот одна из них это струны транспортной системы на земле и в космосе вот наталья дарыча можно смело назвать доктором как это называется философом в сфере дорог доктор философии в строительстве транспортных систем вот ну и но много книг вот тоже еще одна из них это инженера книга инженер одно из последних изданий есть еще более свежие издания вот ну и переходя к небольшим таким техническим особенностям то есть вот мы видим что коэффициент аэрогическое сопротивление в транспорте струнном почти в 10 раз лучше чем в обычном автомобильном ну в общем то это позволяет достичь очень многих параметров таких как скорость то есть скорость не автомобильная то в районе 100 километров в час а достичь скорости до 500 километров в час вот плавность хода то есть много-много параметров которые могут вот за счет таких вот небольших конструктивных особенностей можно получить очень экономный то есть вот мы видим здесь но 93 килограмма на пассажира расход топлива вот при скорости 500 километров в час разное количество вариаций подвижном составе иногда спрашивали раньше упадет не упадет то есть ну когда вот мы на этапе там 15 16 года вот александр не сын наверное помнит когда спрашивали сможет ли построить упадет не упадет вот но в таком духе ну и тогда показали картинки что вот смотрите есть поддерживающие специальные ролики вот ну сейчас уже принципе ничего пока доказывать не надо потому что уже все ездит вот едет не только в беларуси но еще и шарже вот периодически нам компания открывает такие вот небольшие ноу-хау как то вот здесь вихретоковый замедлитель ну к примеру то есть если транспортное средство не тормозило что такими штатными на тормозами тут есть такие вещи вот как вихретоковый замедлитель который вот ну то есть такого нигде нет вот а у нас вот она есть вот ну такие вот небольшие особенности они все в комплексе и дают очень хороший эффект вот но и подводя такой как бы резюме вот можно смело сказать что струнный транспорт skyway он с идеальное транспортное решение то есть ну если сравнить со всеми остальными видами транспорта существующими то мы видим что капитальным затратам то есть стоимость строительства минимальная ну понятно почему потому что минимум материала используется эксплуатационные расходы минимальные нет необходимости там чистить от снега и песка или так далее как-то особым образом обслуживать расход энергии минимальный потому как транспортное средство на остальных колесах от электричества двигается на автомате то есть расход энергии минимум пропускная способность при этом может быть максимальной потому что транспортные средства могут ездить каждые две секунды то есть плоди Для того, что каждые 2 секунды может отправляться транспортное средство. За счет этого могут достичься даже больше, чем в метро пропускная способность. Загрязнение окружающей среды минимальное. Понятно, что это электрокар. Транспортная аварийность минимальная. Просто подняв транспортную систему над землей, мы избегаем столкновения с животными, с людьми и так далее. Поэтому можно резюмировать, что по сравнению с трамваем, с монорельсом, авиацией, метром, оглевом, канатными дорогами, водным транспортом. То есть струнный транспорт является наилучшим, самым быстрым, самым дешевым видом транспорта. И имеет все возможности, чтобы в 21 веке из теории и практики уже перейти к полномасштабному внедрению по всему миру. Переходя к модельному ряду, здесь мы видим 7 моделей пассажирского транспорта. На самом деле их уже больше. Это пассажирское решение. Есть еще грузовые, на этой картиночке. А по недавней информации всего уже видов транспорта уже 17. И об этом мы чуть позже поговорим. Огромное количество сертификатов, патентов, дипломов. То есть все это сохраняется, все это лежит в ЗАО «Струнные технологии» в Минске, в специальных или музеях, или в архивах. И все это хранится. Пишутся всевозможные такие вот публикации. Одна из последних транспортов «Транзит Беларусь». Публикации не только в Беларуси, но и за рубежом. То есть защищаются дипломы. Компания активно привлекает студентов к защите студенческих дипломных работ. Ну и, соответственно, лучшие дипломники потом в дальнейшем приглашаются на работу в ЗАО «Струнные технологии». То есть молодые специалисты всегда приветствуются. То есть профессионалы с открытым молодым умом, творческие. Ну и, кстати, дипломы защищаются не только у нас в Беларуси, но еще и в той же Шарджа. Есть еще дипломник, который один из самых, наверное, ранних дипломов. Это был, по-моему, в 2013 году некий австралийский студент. Тоже его работа есть в публичном доступе, он на английском языке защищал. Так что научная часть здесь уже прорабатывается довольно давно. Ну и одно из последних наших таких достижений компании о том, что компания-разработчик струнно-транспорта прошла аккредитацию в Национальной академии наук. Вот Анатолий Дорович давно сотрудничал с Академией наук, давно доказывал научность, несмотря на некий скептицизм в ранние годы. Но, тем не менее, компания прошла аккредитацию, стала не только инженерной компанией, но еще и научной организацией. Вот таких организаций в Беларуси немного. Ну и на сегодняшний день в предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны. Вот за 5 лет сотрудники компании публиковали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий, полученные охранные документы, ну в общем-то, то есть патенты, то есть все, о чем мы сегодня уже говорили. Так, ну и иногда нам предкрывают такие вот дверцы, вот тут вот проводит Анатолий Дорович Веницкий совещание, то есть если раньше он находился по большей части в Беларуси, в Минске, то сейчас он находится уже как бы одной ногой в Минске, другой ногой в Шарже, в Обеденных Арабских Эмиратах. Ну и приходится вот так вот удаленно управлять компанией, в которой работают уже больше 600 человек. То есть, ну можно сказать, что это уже такая зрелая компания. Ну и постоянно, так как проект у нас краудфандинговый, то есть открытый, проводятся тоже ежегодные финансовые аудиты, то есть чтобы люди, которые поддерживают проект, понимали, куда компания движется, движется ли, что у нее на балансе, то есть есть ли какой-то рост, либо его нету. И ежегодно, летом выкладывается в доступ финансовый аудит, ну где, в общем-то, если есть желание, можно посмотреть, сколько в компании сейчас активов, какие там денежные потоки, то есть куда тратятся средства, то есть в принципе все это можно, если есть понимание, то все это можно посмотреть. Ну а если понимания нет, то в принципе можно пригласить там бухгалтера, либо аудитора, вот, и совместно с ним все это просмотреть. Вот, ну так что отчетность финансовая ведется, ведется публично и ни от кого не скрывается. Ну и вот одно из зданий в Минске на улице Чеботарева, неподалеку от тракторного завода, вот, второе здание находится на улице Железнодорожной, тоже такое название, говорящая само по себе Железнодорожная 33, вот, Винницкий Stream Technologies, оба здания находятся в собственности, но сейчас уже весь инженерный состав находится здесь. Вот, ну и говоря вот так, если образно, то мозги и вся инженерная часть, то есть голова находится на Железнодорожной 33, руки у нас находятся в Шабанах, то есть где в общем-то и собираются транспортные средства, вот, ну и в дальнейшем все это, наверное, уже как, так сказать, ноги, да, все это находится уже в Мариной горке на воспитательном центре, 36 гектаров, где в общем-то транспортные средства здесь испытываются, на них можно было, и уже неоднократно можно было покататься, вот, ну и так далее. Ну и вот красивая картиночка, мы видим несколько видов транспорта, которые находятся в движении, вот, такой вот немножко футуристический снимок, хотя он реальный. Вот, ну и когда вся движуха развернулась в Беларуси, когда, в общем-то, показали, что проект реален, вот, проектом заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, ну и в 19-м году сказали, что, ну, ребята, у вас там в Европе такой мягкий климат, то есть, конечно, у вас тут все ездит, а сможете ли показать это у нас? Вот, вот, в жарком, вот, где, ну, такой агрессивный климат, вот, ну, Анатолий Дарьевич Венис сказал, что, да, конечно, струнные технологии, они, в принципе, универсальны, был бы заказ из Антарктиды, сделали бы в Антарктиде, то есть, никаких проблем. Ну и вот, в общем-то, началось в 19-м году строительство именно в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, ну и вот, перейдите тоже, вот, это недавняя, в принципе, недавняя новость, показали, как, потому что этого никогда не показывали, вот, но здесь показали, как укладываются струны в струнные рельсы. Вот мы видим целый пучок, вот, такой гладко-красиво-причесанный, вот, который потом будут собирать в стальные короба, вот, ну и вот такая немножко для понимания, как все это происходит. Ну, в итоге, за два года в Объединенных Арабских Эмиратах уже построено ряд объектов, то есть, всего планируется четыре трассы, одна уже действует и уже сертифицирована, вторая сейчас достраивается. Вот мы видим в 1921 году, здесь, в принципе, уже проехала не одна делегация, их было много, вот, потом с 1921-1922 была огромная выставка в Дубае, посвященная 50-летию Дубая, Экспо-2020, на этой выставке было еще больше посетителей, вот, и за все время, за все время выставки, сначала, то, что за эти полгода, около 300 делегаций, правительственных, бизнес-делегаций посетило данный центр, вот, ну, конечно же, это намного больше, чем посещало центр испытаний в Беларуси, то есть, это, ну, прям, вот, на порядок. Ну, вот, то есть, Объединенные Арабские Эмираты открытая страна, такой некий сейчас мировой и деловой центр, и финансовый центр, и туристический центр, вот, ну, куда стекаются люди со всего мира. Ну, и, в общем-то, за эти полгода, вот, эти все гости из Африки, так, это, вот, у нас бизнесмены из Ганы протестировали странный транспорт из Индии, ну, сейчас посмотрим, вот, это, европейская делегация была, Чехия, Индия, ОАЭ, Великобритания, Австралия, вот, все оставляют очень лестные отзывы, ну, например, допустим, Дэйл Джексон, заместитель исполнительного директора в консалтинге компании, и не 8 ОАЭ, ну, написал, допустим, спасибо за демонстрацию, это действительно транспорт и перевозки будущего, я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться, как в ОАЭ, так и в моей родной стране Австралии. Ну, в общем, таких отзывов много, всем нравится, то есть, ну, как бы, на картинке иногда кажется, что, может быть, там что-то нарисовали в фотошопе, вот, но когда уже все видят это воочию, то, естественно, уже здесь эмоции переполняют, люди удивляются, что мы, как мы до сих пор такого не знали. Так, ну, вот, у нас здесь уже, получается, представитель Министерства туризма Индии, вот, потом представители выставки Mobility Live Middle East, ну, это такие, как бы, вот, из последних новостей я, мы потихонечку собираем, собираем, вот, ну, и, в общем-то, проект струнного транспорта укрепляет деловые отношения с Индией, вот мы видим здесь контейнер, тоже одна из, ну, как бы, гордость, маленький контейнер, на котором написано 1 доллар на 100 тонн, то есть 100 тонн переводится на 1 километр, 100 тонн переводится на расстояние 1 километр, и стоит это всего лишь 1 доллар. Ну, в общем-то, это, конечно, цифры немыслимо низкие, вот, но так как технология вот такая вот эффективная, то, что мы вначале разговаривали, то есть это, в принципе, все возможно. Вот, ну, и дальше смотрим модель струнного транспорта установили в центральном корпусе SRTI Park. Мы вот видим, что раньше она находилась в нашем центре, сейчас переехала под крылышко в тот SRTI Park, вот, под эгидой которого, в общем-то, проектом развивается. Вот, ну и, в принципе, можно больше информации посмотреть уже в открытых источниках, вот, ну и так далее. Вот, ну и переходя уже к небольшим таким перспективам, то есть проект раньше, то есть из стадии бумаги перешел уже в стадию конкретного воплощения, то есть сейчас, в общем-то, он переходит уже в стадию реализации в адресные проекты. Ну, вот уже пару картинок посмотрим, то есть как это, допустим, могло бы быть станция в городе, то есть это такая вот многоуровневая развязка, снизу пешеходы на втором уровне, там, на высокоскоростной, на третьем городской транспорт. Вот, вот так это могло бы выглядеть, например, за городом, то есть за городом, в принципе, проще все это делать, так как трассы ровные, вот, и за городом вот такая вот система логистики, где, по сути дела, вот, если посмотреть внимательно, то раньше у нас все перемещение было в плоскости земли, то вот на этой картинке мы видим, что перемещение уже выходит наверх, вот, и там, чтобы куда-то отправиться, вот, уже люди, в общем-то, спускаются на лифте не вниз, а поднимаются вверх на лифте, вот, там садятся на станцию, и, в общем-то, сверху можно ехать уже по какому-либо направлению, то есть немножко меняется даже логика перемещения пассажиров, ну, вообще людей, то есть в пространстве. Ну, здесь тоже мы видим уже в развернутой картинке, как вот эти башни-небоскребы могут находиться на земле, вот, перемещение между ними на струнном транспорте, то есть они могут находиться где-то на шельфе вдоль берега, то есть, ну, в общем-то, красиво, вот, ну, а люди при этом могут жить где-то вокруг в своих собственных домах зеленым, то есть, ну, в общем-то, ближе-поближе к матушке природе, вот, ну, и, в общем-то, в этих башенках могут быть как-то деловые центры, то есть где-то детский садик, школа, там, больница, кинотеатр, вот, то есть, как бы, такой центр досуга, либо решение бизнес каких-то вопросов, то есть, как-то в то же время он может быть и станцией, вот, ну, вот такая вот, как бы, логика расселения людей. Линейный город, ну, вот еще, да, еще одна картиночка линейного города мы видим, вот, ну, в общем-то, вот такие вот красивые пейзажи могут быть реализованы с помощью данной технологии. Это вот уже более новая картиночка, которая разрабатывалась буквально недавно, там, где-то год назад, где уже появилась логика горизонтальных небоскребов, опять же, кластерных поселений, то есть, поселения могут быть некие, там, по интересам, то есть, поселение, там, врачей, либо поселение айтишников, поселение еще кого-нибудь, то есть, в общем-то, ну, такие вот интересные идеи. Ну, и, в общем-то, эти идеи были поддержаны еще где-то в начале 2000-х годов, были ли поддержаны Организации Объединенных Наций, вот, и Анатолий Ильич Юницкий тоже сотрудничал с Организацией Объединенных Наций, вот, именно по программе расселения людей, вот, ну, и вот эти концепции линейных городов, в общем-то, была очень поддержана, поддержана не просто на словах, а было выделено два гранта, вот, причем немаленьких, на развитие проекта. Вот, так что, ну, можно сказать, что наш проект под эгидой, ну, развивается в том числе под эгидой Организации Объединенных Наций. Вот, ну, и, ну, вот тут тоже картиночка такая, что все эти дороги могут сложиться вот в такую одну большую сеть, вот, сеть транспортных дорог, вот, ну, и назвать ее можно TransNet, то есть есть у нас интернет, сеть для передачи данных, то есть вот видеосвязи и так далее, вот, ну, а можно выстроить сеть TransNet, то есть транспортная сеть, вот, которая, в общем-то, могла бы связать все уголки нашей планеты в одну такую вот универсальную транспортную систему. Вот, ну, и, как уже говорилось ранее, то есть Анатолий Ильич Юницкий занимается струнными технологиями, их можно распространить не только на Земле, но еще и в космос, ну, и вот отдельная еще история, это как общепланетное транспортное средство, вот, на этой, на этом, как бы, в рамках этой лекции мы это не можем рассмотреть, ну, как для понимания, что даже есть и такое, то есть перемещение грузов не только по Земле, но еще и грузов из Земли в космос и из космоса обратно. Вот, ну, и, переходя к дню сегодняшнему, вот, находимся мы сегодня в преддверии 15-го этапа. На 15-й этап есть две большие задачи, это достроить 20 километров высокооскоростной трассы, вот, и достроить трассу для контейнерных перевозок. Ну, в принципе, трасса для контейнерных перевозок уже подходит к концу, то есть ожидается, что уже этой осенью будет уже испытание. Вот, ну, соответственно, 15-й этап останется 20 километров высокооскоростной трассы. Вот, часть трассы уже, как бы, построена в Беларуси, один километр, вот, но на одном километре пока скорость в 500 километров в час протестировать не, это нереально, то есть, чтобы протестировать, необходимо, чтобы трасса была около 20 километров, чтобы можно было и успеть и разогнаться, и проехать, и еще затормотить. Вот, ну, естественно, на трассе длиной в километр максимальная скорость, Там, по-моему, были до 104-109 километров в час. Так, ну и переходя дальше к пакетам для инвестирования, то есть, как уже говорилось, проект у нас краудфандинговый, то есть люди, которым отзывается данная идея, поддерживают проект. Есть и пакеты для студентов, для пенсионеров, для рабочих, то есть, в принципе, для бизнесменов на любой вкус и цвет можно подобрать себе какое-то инвестиционное решение. То есть, есть люди, которые строят, есть люди, которые финансируют. И, в общем-то, вот эта финансовая часть, вся она есть в личных кабинетах, где каждый человек может, в принципе, внести свою лепту в развитие проекта. Есть рассрочки. Рассрочки есть и на 50 долларов в месяц, и на 100 долларов в месяц, ну и для крупных инвесторов от 10 тысяч долларов в месяц. Так, у меня почему-то картиночка не подгрузилась, но здесь пару слов про то, что, почему проект может быть интересен с точки зрения инвестиций. Ну, мы уже как обсуждали, что когда, чем больше проблема, и чем больше эта проблема решается, тем больше может выстрелить проект. То есть, потенциально, тут, естественно, есть риски определенные. То есть, риски были на ранних стадиях большими, сейчас уже риски на 15 этапе стали меньшими. Но каждый человек, который принимает участие в проекте, получает определенное количество долей. То есть, каждая его доля записывается в специальном реестре, то есть, выдаются специальные сертификаты. Ну, и в дальнейшем, когда уже компания из такого стадии стартапа переходит в стадию действующей компании, потом выходит где-то на IPO, вот в этот момент эти доли могут сконвертироваться в акции, и в дальнейшем на бирже где-то будут проданы. Ну, естественно, так как человек, люди заходят в проект на ранней стадии, то к каждому инвестиционному пакету есть определенный дисконт. Ну, и, в общем-то, эти дисконты, они в кабинетах тоже отражаются. Так, ну, и кому интересно, регистрируйтесь в личных кабинетах, там более подробная информация вся есть. Ну, и переходя уже к новостям, то, о чем я вначале говорил. На прошлой неделе мы с вами все порадовались тому, что был, так скажем, долгожданный эфир. Не долгожданный, а точнее, таких вот радиоэфиров не было уже, наверное, год, так точно, который проводил именно Олег Зарецкий. Ну, и вот мы на прошлой неделе послушали, было интервью дубайской студии «Толк» на 100.3FM. Струнный транспорт обсудили на дубайском радио. Ну, и Олег Зарецкий, как всегда, вот в своей такой интересной, такой легкой форме, вот рассказал про проект. Он в Объединенных Арабских Эмиратах живет уже около 20 лет. У него довольно, ну, уже хороший английский. Ну, и, тем не менее, знает он русский, английский, ну, и очень ярко, доходчиво. И встречает гостей, и вот проводит такие эфиры, то есть, ну, всегда интересно послушать. Ну, и вот основные тезисы его ответов, то есть, тестирование тяжелых трасс в Шарджа планируют начать в декабре. Вот то, о чем мы сегодня говорили, тяжелые трассы. Сегодня в центре функционирует короткая пассажирская трасса, вот, которая уже сертифицирована по нормам ОАЭ. Во время Экспо-2020 испытания посетили более 300 делегаций, 300. На следующий шаг, наш следующий шаг, это искать государственных и частных заказчиков, которые проявят интерес к внедрению струнного транспорта. Мы разработали более 25 разных видов струнного транспорта, которые можно будет использовать для разных целей. Мы надеемся, что первый коммерческий проект будет в Шарже. Вот, ну, мы на прошлой неделе порадовались вот этой новостью, ну, а на этой неделе вышла еще одна новость. Вот, и уже было уже другое интервью на радиостанции Dubai Eye, 103.8. Вот, ну, и здесь вот тоже ряд тезисов. Так, мы развиваем новый вид транспорта на основе преднапряженных тросов. Это похоже на рельсы, которые установили не на земле, а над ней. Транспорт может двигаться снизу рельсы или сверху в зависимости от спецификации. Вместимость машин на 2 до 48 человек. Подвижной состав управляется автопилот, что уменьшает человеческий фактор и снижает количество аварий. Струнный транспорт работает на электроэнергии, поэтому не вредит окружающей среде и соответствует современным международным требованиям. Струнный транспорт, трассы дешевле других транспортных решений. Мы полностью завершили строительство тестовой линии в Шарже длиной 400 метров. Продолжает строительство длиной 2,4. Испытательный центр строят именно в Шарже по нескольким причинам. Ну, и вот тоже тут. Во-первых, здесь можно проверить работу транспорта в условиях жаркого климата. Это необходимо перед развитием проекта в регионах с похожими погодными условиями в Азии и Африке. Ну, кстати говоря, да, все делегации, получается, в последнее время приезжают либо из Азии, либо из Африки. То есть, прямо очень-очень много. То есть, в принципе, тот центр Шаржа, он, в общем-то, и обслуживает, получается, два крупных региона – Азию и Африку. Ну, а белорусский центр может обслуживать европейскую часть, в общем-то, Прибалтику, вот, ну, и вот эти вот, то есть, сопряженные с ним территории. Так, ну, и надеемся, что первый коммерческий проект будет реализован в Шарже. Ну, естественно, грех как бы не воспользоваться местным властям. Так, ну, и, да, помимо двух радиоэфиров, был еще один эфир, не эфир, а было уже издание, статья под авторством Хусейна Аль-Махмуди, генерального директора научно-исследовательского технологического парка Шаржи, вот того самого, куда был один из наших машинок доставлен на недельки-две назад. Вот, ну, и в публикации Аль-Махмуди отметил, что сейчас на территории парка проходит испытание грузового пассажирского струнного транспорта. Когда тестирование завершится, правительство планирует объявить о строительстве трасс Шаржи. Это будет первая высокоскоростная сеть в ОАЭ. Также Аль-Махмуди обратил внимание на преимущества технологии. Например, струнный транспорт движется над землей, что позволяет использовать пространство под трассами для торговой или жилой недвижимости. Вот, ну, то есть, кто-то ее может использовать под выращивание, там, картошки или огурцов-помидоров, то есть, ну, как бы, сельхозугодий. Вот, а кто-то может, в принципе, использовать под торговую или жилую недвижимость. То есть, ну, тут уже, как бы, фантазия у каждого своя. Строительство такой системы будет дешевле метро. Вот, ну, и тут тоже напоминаю, что недавно было интервью, да, на радиостанции. Ну, так что я, в принципе, не удивлюсь, если у нас в следующей неделе будет еще одна новость с еще одной радиостанцией. То есть, ну, как-то оно идет всегда так вот очень кучно. Вот только к нам приезжали эти телеканалы со всего мира. Прямо это было потом экспо. Сейчас вот опять пошли по радио. То есть, ну, в общем-то, медиапространство заполняется. То есть, ажиотаж есть. Вот, проект на слуху. Вот, поэтому все, ну, все движется, развивается. Так, ну, и вот тоже подводились такие небольшие итоги. То есть, партнерскую сеть, то есть, которая финансирует данный проект за прошедшее лето, самой активной страной по количеству оффлайн мероприятий стала Нигерия. Вот, кураторы и активные лидеры за три месяца провели шесть конференций больших в разных городах и штатах. Вот, поздравляем наших партнеров из южной страны. Их целенаправленные энергии и искренние усилия помогают ускорить развитие технологии струнного транспорта. Ну, и тоже помним, на прошлой неделе было там яркие фотографии из Вьетнама. Там тоже, по-моему, были такие огромные залы. Там на тысячу человек. То есть, ну, проект шагает на планете, это не может не радовать. То есть, его поддерживают. Ну, если начиналось у нас здесь в Беларуси, в России, в Украине, то есть, все это пошло дальше. Вот, ну, и вот уже движется в Африке, в Азии, в Латинской Америке. То есть, ну, в общем-то, люди проект поддерживают. Вот, ну, и в своих странах на разных уровнях. То есть, и на уровне обычных людей, и на уровне уже правительственных делегаций. То есть, идет такое вот массированное движение. Так, ну, и переходя к следующей новости. Да, наше мероприятие, которое планировалось в конце сентября в Кыргызстане, его перевели, перенесли на июнь. Вот, ну, как бы это, наверное, хорошая новость. Потому как тут прям такой насыщенный прям поток мероприятий. То есть, недавно совсем была поездка в Турцию, потом планируется еще поездка в Доминикану. Тут еще между ними вклинилась поездка на Иссыкуль. Ну, и, в общем-то, я думаю, что правильно сделали, что перенесли ее все-таки на следующий год. Ну, и, наверное, потеплее будет к тому времени. Вот, ну, и будет не такой плотный график с поездками. Вот, поэтому, ну, все в личных кабинетах есть. Кто мечтал побывать в южных странах, таких наших восточных, как Иргызстан, на озере Иссыкуль, то милости просим, в кабинетах вся информация есть, можно посмотреть. Так, ну, и, да, продолжается тоже конкурс для партнеров, поэтому кто участвует, тот молодец. Вот, ну, и, в общем-то, в принципе, подводя итог недели, то есть, в принципе, на этом, наверное, по новостям все. Так, Олег, подключайся.